итак привет дорогие друзья сегодня утром вторника похолодало сегодня самый холодный день минус 8 я только успел поменять резину вчера так что еду тестировать вот посмотрите какой нерадивый хозяин не успел брать убрать шланг все плюсовая температура вот-вот ударили внезапно морозы видите он какой задубивший но ничего обещает еще плюсы уберу и так сейчас я еду в подмосковный город павловский посад он старинный город слышали наверно павлопосадский платок это так и называется значит его еще здесь сокращенно называют павлик вот там меня ждет два объекта на осмотр одна диагностика другая там отливы на посмотреть по цоколю переделать и так оставайтесь со мной будет и так приехал я на один объект самый первый до который по пути здесь увидите построен дом значит он на свайном фундаменте вот сейчас объясню перейду другой режим вот это все вот цоколь такой бутафорский сделали специально в этом году этот соколь как мне заказчик говорит чтобы не задувало туда под свайный фундамент под этот дом каркасный да и сделали отмазку и вопрос стал как раз вот об этих отливах все такое вообще получается смотрите уровень отливчик должен побольше быть здесь вот не хватило да конечно все это надо переделывать еще проблемка вот трубы водосточные они раньше спускались вдоль фасада так как появился цоколь тоже до ума надо их повернуть вывернуть и опустить добавить колено обрезать немножко приподнять навести порядок и вот это отлива они крайне неровные размеры пляшут такие конусные тут все надо индивидуальные размеры снимать подгонять то есть кто это делал станка гибочного за человек говорит не было и гоняли не на рынок там гнули так это у нас что да кстати металл тоненький вот наконец наконец то есть вижу место видите здесь по хорошему счету надо еще выгонять в решетку выравнивать чтобы не было этой пустоты металл не грохотал тогда будет нормально дополнительно или из фанеры влагостойкой вырезать делать уклончик вот и уже ставить металл наконец-то картина у меня вся собралась в голове просто человек говорил так отливы надо сделать еще несущую конструкцию ну что вот такие дела ребят сейчас буду мерить считать обсчитывать и поеду на следующий объект давай итак приехал я на очередной объект в городе павловском посаде видите вот этот дом старенький деревенский люди решили настроить на нем злой этаж расширить площадь каркасного типа там сделали этаж мансардная кровля соответственно и сейчас обильно там конденсат выступает сейчас буду подниматься смотреть ситуацию в чем проблема и так далее вот так вот внешне это выглядит кровля кровельный материал металлочерепица здесь фасад обили битумкой фасадная такие моменты вполне симпатичный домик пойдем дальше вовнутрь сейчас еще сделаю обход капель какая-то оттуда сейчас минус 8 у нас капает а он вижу капельника нету гидроизоляция мокрые доски а так ну ладно так будем подниматься так вот я поднялся на мансарду какое просторное помещение очень тепло кстати я с улицы сейчас минус 8 здесь тепло просторное помещение кстати вот угадывается уже перегородки люди планируют здесь вот ну смотрим обогреватель надо выключать потому что для конденсата еще хуже греть смысла нет вот люди сказали заказчики вырезали эту пароизоляцию чтобы там влага была прям лучше стояли чтоб скопала просушить все но это как бы тоже ничего не решит в эти же дырки тепло и попадает опять туда в общем проблему они этим не решили и греть не надо бессмысленно здесь если пока не делать ремонт но надо тепло отсечь тогда утеплить хорошо вот так полезу я наверх так это у нас б пароизоляция б капли конденсата доски сыграли о там вообще как и не все мокро там такое ощущение как да 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 как снег как морозил вот смотри снег ледяные капли значит рассказываю в принципе может диагностировать там гидроизоляция d типа d которая требует двойную систему вентиляции чтобы между утеплителем и гидроизоляция d был воздушный зазор и приток с карниза воздуха и на коньке вентилировалась там утеплитель вплотную вот в принципе самая большая ошибка обрешетка брусок там есть наверху в принципе надо либо обеспечить этот зазор для утеплителя между утеплителем и гидроизоляции вот либо это изнутри сделать либо снаружи перекрыть металлочеблицу вскрывать поменять на мембрану вот такие моменты основная ошибка и пароизоляцию вот это уже дырявую тоже придется заменить вот ну а мелочей много мелочей отсутствует капельник конденсата вот я был на улице сейчас выходил вот прям сосульки и капает по деревянным доскам в карнизах сейчас я покажу так посмотрите ребят сосульки все киснет он ведь как по пленке когда капельника конденсата нет течет по доскам итак дорогие друзья на этом я диагностику счеты закончены вот основная причина еще осталось уточнить ну брусок там есть в верхней сверху гидроизоляции как металлочерепица уложена правильно ли выдержана обрешетка потому что при ремонте вскрывать металлочерепицу чтобы она совпала с отверстиями обратно если вы там делать обрешетку по технологии бывает и такое к сожалению но надеюсь что все хотя бы металлочерепица сделано в норме ну вот крыша очередная ошибка все сделано номинально как бы посмотрели на схему ну да сверху гидроизоляция сверху пароизоляция утеплитель все есть придраться не к чему вот как бы они выучили матчасть что это как бы гидроизоляция но для холодных чердаков если использовать для мансарды но значит нужно делать еще дополнительный вент зазор двойная система вентиляции вот так всем пока удачи не повторяйте ошибок